Привитый начальник отдела в ГУ МВД по Ростовской области умер от ковида. Ему было 40 лет. Друзья, это уже какой похожий случай? Сколько я этих роликов делал? Уже, наверное, седьмой примерно по счёту, и ведь я рассказываю далеко не о каждом подобном случае, а только о самых резонансных, когда умирает чиновник или в данном случае силовик. Начальник отдела по вопросам трудовой миграции ГУ МВД по Ростовской области Андрей Федоренко «Умер после заражения коронавирусной инфекцией», сообщили корреспонденту бывшие подчинённые мужчины. Федоренко вакцинировался незадолго до смерти. В первой половине августа полицейского с коронавирусом госпитализировали в горбольницу номер 20, отметил источник редакции. «Мы все в шоке. Дело не в вакцине, просто он очень хороший человек, и это слишком неожиданно», отметила коллега Федоренко в комментарии. Федоренко похоронили 22 августа. В июле, когда в Ростове снова начало расти количество заболевших ковидом, главврач региональной и областной клинической больницы Вячеслав Коробко признал, что вакцинированные тоже болеют и лежат в госпиталях, но летальных исходов на тот момент не было. Друзья мои, я напомню, что все наши официальные чиновники, что Минздрав, Роспотребнадзор и все остальные уверяют нас, что если мы придем на вакцинацию, нас осмотрят, проверят, можно нам вакцинироваться, нельзя нам вакцинироваться. Помните этот заменитый случай, когда из Краснодарского края, тоже Южный регион, целая семья умерла. Что сказали? Так это потому, что пока они ехали туда-сюда, они заразились коронавирусом. Подождите. То есть это массовое явление, что больные люди получают вакцины и потом умирают. Сколько таких случаев? Где статистику посмотреть? Их дюжина или несколько сотен или десятки тысяч от нас же это скрывают? Мы не знаем. Мы должны верить на слово. Верить не цифрам статистики, которые тоже, к сожалению, можно легко в нашей стране фальсифицировать. Мы верим общим выводам и теориям. Типа, ребята, не волнуйтесь, все нормуль. При этом мои родственники пытаются записаться к терапевту на прием. Простите, может быть, недели через две окошки появятся. Но терапевт — это ладно. А если нужна помощь кардиолога, эндокринолога, невролога, узкие специалисты вообще отсутствуют, мне тут рассказали, в чём оказывается дело. Отлично просто, гениально, друзья. Оказывается, вот у нас как медицинское образование построено. Вы учитесь, чтобы носить гордое имя «врач», шесть лет в медицинском университете. Вы становитесь врачом. А потом вам нужно ещё попасть в ординатуру. Ординатура сделает вас врачом-эндокринологом, врачом любой другой врачебной специальности узкой. Узкая специализация у вас появляется. Вы становитесь специалистом в какой-то теме. И, конечно, медицинское образование по-хорошему продолжается ещё многие годы после этого. Пока вы набираетесь опыта, пока через вас проходят пациенты, много всяких нюансов есть. Так вот, друзья мои, сейчас резко сократили, уже последние несколько лет, резко сократили число бюджетных мест в ординатуре. То есть вот эта самая возможность стать кардиологом, эндокринологом, невропатологом, психиатром и так далее, она просто отсутствует. Либо ты должен платить приличные бабки, либо ты должен идти в поликлинику, работать обычным терапевтом за три копейки, перекладывать бумажки. И ты не разбираешься толком ни в работе сердца, ни в работе эндокринной системы, пульмонологи или урологи, нефрологи. Нет. Просто врачи общей практики. В региональных, даже в региональных центрах, не говоря уж о глубинке, врачи просто заменены фельдшерами. Терапевтов нормальных и то нету. Но как только Владимир Путин заявил о том, что не надо народ запугивать, все, ребята, ситуация под контролем. В России выявили менее 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Практический рекорд. Все. Пандемия побеждена. В России зафиксировали 19 454 случая ковид за сутки, сообщил оперативный штаб. Этот показатель опустился ниже отметки в 20 тысяч впервые с 23 июня, когда было 17 594 заразившихся. Стоило Путину сказать, и все, ситуация тут же нормализовалась. Или вот, пожалуйста, какая приятная новость. Эксперт заявил, что Россия перешла в стадию стабилизации ситуации с ковидом. Как отметил замдиректора ЦНИ и эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, на это повлиял целый комплекс факторов. Ситуация с коронавирусом в России, в том числе благодаря вакцинации, перешла в стадию стабилизации с тенденцией к снижению заболеваемости. Об этом завел журналистом в понедельник замдиректора по научной работе ЦНИ и эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Я уже, наверное, достал вас этими простыми словами. Друзья, кто не в курсе, у нас есть утренние эфиры, когда мы обсуждаем в первую очередь ситуацию с ковидом. Это стержень текущей повестки. У нас также есть основной канал аудио-статей и этот канал Павел Иванов. Дорогие друзья, нам же говорили, что вакцинация не предотвращает, не предостерегает заболевание коронавирусом. Все, что она может предотвратить, это тяжелое протекание заболевания и смертельные случаи. Типа вот, хотя бы вы не сдохнете, если будете вакцинированы. Но как раз с этим-то статистика показывает очень плохие результаты. Несмотря на снижение заболеваемости, снижение смертности не происходит. Вот внизу, это официальная статистика, предоставленная в графической форме Яндексом. Вот черная полоска, это смертность. Вот она держится в районе 800 человек в день, умирает от коронавируса по официальным данным. И даже в эти дни, когда заболеваемость вроде после выступления Путина резко пошла на спад, а смертность никуда не девается. Примерно 800, 794. Друзья хорошие, так может это не эксперт? Может вы какого-то шарлатана нашли? Может у него диссертация поддельная написана? Неплохо бы проверить. Тем не менее, расслабляться еще рано. Ведь 19 тысяч заболевших в сутки, еще серьезная цифра. А значит необходимо продолжать соблюдать все противоэпидемические меры, ну наверное имеется ввиду на митинги нельзя выходить, и пройти вакцинацию тем, кто еще этого не сделал. Фаза стабилизации может занимать до полутора месяцев, после чего можно ожидать снижения заболеваемости. Но загадывать сейчас сложно. Добавил специалист. Он напомнил, что осень – традиционный сезон подъема заболеваемости респираторными инфекциями, к которым относятся и новые коронавирусные инфекции, и неизбежного проседания коллективного иммунитета. Так что многое будет зависеть от того, насколько население готово пройти вакцинацию от гриппа, а в идеале от пневмококковой инфекции. Вот это вот мне очень нравится. Это наш традиционный вопрос к экспертам, медицинским чиновникам, врачам. Вы знаете, да, что осень – традиционное время всплеска заболеваемости респираторными инфекциями. Зачем вакцинироваться от гриппа, если гриппа у нас в стране практически нет? Он куда-то вдруг испарился. В прошлом году его вообще словно бы не было. Во-вторых, вы утверждаете, что нас ждет снижение иммунитета. Где ваши рекомендации? Ну, хотя бы добрые такие, врачебные, ни к чему не обязывающие рекомендации. Чаще гулять на свежем воздухе, правильно питаться, пить больше водички, находиться на солнышке, крепче спать, меньше стрессовать. Есть банальные практики, которые общее укрепляют здоровье и иммунитет в первую очередь. Нет подобной пропаганды здорового образа жизни, которая априори защищает вас от тяжелых заболеваний, от самого страшного, от смерти. Она не ведется. Минздрав тоже после путинского выступления обновил временные рекомендации по вакцинации от COVID-19. Министерство здравоохранения опубликовало новые рекомендации по порядку проведения прививочной кампании от коронавируса. Теперь официально разрешено использовать спутник ЛАЙД для пациентов старше 60 лет, для ревакцинации и для переболевших COVID-19. Также в документе сказано о необходимости организовать индивидуальную работу с гражданами старше 60 лет, в том числе проживающими в учреждениях соцзащиты, для профилактики и снижения рисков распространения заболеваемости. Переводим на русский язык. Всех людей старше 60 каждый терапевт вызовет к себе и скажет, «Дружочек, надо обязательно сделать уколчик». И от гриппа, и от пневмококковой инфекции, и еще вот, пожалуйста, от коронавируса, ревакцинация, повторная, один уколчик, спутник ЛАЙД, это, конечно, лучше, чем два укола, но тем не менее вызывает у нас очень много вопросов. Кроме того, обновленная версия содержит расширенный раздел, посвященный людям с ВИЧ. Рекомендуется использование вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК для профилактики ковида у пациентов с ВИЧ-инфекцией, начинающих антиретровирусную терапию через 4 недели от начала приема антиретровирусных средств. Отдельно поясняется, что прививка показана при любом иммунном статусе, если нет дополнительных ограничений. Финальная часть документа содержит информацию о сроках действия QR-кодов, получивший отрицательный результат ПЦР-теста 72 часа, для переболевших полгода, для вакцинированных и ревакцинированных год. При этом в случае ухудшения эпидситуации срок действия кода для привитых может быть ограничен до 6 месяцев. Друзья, это просто сказка. То, чего мы как бы опасались, то, чего мы ожидали, оно происходит на наших глазах. Ну, во-первых, Путин сказал, ребята, спокуха, все нормально, не надо людей запугивать. Вы же понимаете, ребята? Подмигивает хитренько, не надо никого запугивать, аккуратненько вакцинируем. Они изменили фронт работ. Во-первых, возьмутся за стариков, некоторые из которых уже плохо соображают, что происходит. Дорогие друзья, я понимаю, что далеко не все. Но, тем не менее, одинокие бабушки, для которых пообщаться с соцработником или пообщаться с терапевтом, это главная радость жизни. У них больше никаких друзей, вообще никого нет. Поэтому они с удовольствием будут общаться. И, конечно, будут вакцинироваться. Сейчас будет на это сделана ставка. Соответственно, на все это будет из бюджета выделяться средства. Сразу после выборов мы увидим закручивание гаек. Очень жесткое. Я уже прогнозировал, еще где-то два месяца назад, я уже, ну, все идет к тому, что к выборам будет ослабление ограничений, праздник. Вот в Москве у нас будет фестиваль. Как раз он на днях начнется фестиваль просто. Всенародные массовые гуляния. Через неделю после фестиваля у нас День города. И уже на следующие выходные выборы. Так что сентябрь обещают для москвичей. Но я уверен, что в ваших городах будет нечто подобное происходить. Вот в Нижнем Новгороде сейчас помпезно отмечают, с размахом отмечают праздник. Причем местные жители плюются. Они вообще не понимают, что происходит с городом. Как можно проводить праздник, если дорога разбита, тротуары, бордюры, все выкорчевано. Они только через полгода этот ремонт закончат. Ремонт еще не закончен, но они уже что-то празднуют. Как это происходит, местные, в общем, плюются. И сразу после выборов пряничек съели, вот вам кнут. Они начнут закручивать гайки. Они объявят новую пандемию. И на этой пандемии будет уже понятно. Сейчас говорили нам, 60% нужно вакцинировать. Они скажут, вакцинировать нужно 90% или даже 100%. В это число войдут абсолютно все студенты и значительная часть школьников-подростков. Начиная с 12 лет в первую очередь, потом они возьмутся и даже за 6-летних детей. При этом нам никто не показывает статистику, сколько болеет детей, сколько из них болеет тяжело, сколько из них оказывается под аппаратом ИВЛ. Внимание, тех детей, у которых нет сопутствующих заболеваний. У нас сейчас, к сожалению, рождаются дети с ослабленным иммунитетом, с эндокринными заболеваниями, с легочными сердечно-сосудистыми заболеваниями, дети с серьезной аллергичностью, дети, которые не переносят многие медикаменты. У нас есть дети с диабетом. И, конечно, когда эти дети заболевают коронавирусом, чему удивляться, что они оказываются в тяжелом положении. Да, они так же тяжело могли болеть и гриппом, и любой другой вирусной или бактериальной инфекцией. Это нормальная, логичная ситуация. Соответственно, да, дети из группы риска, возможно, даже если мы фантазируем, что это прям нормальная вакцина, прям хорошо работает, возможно, этих детей есть смысл. Вы нам статистику покажите про обычных детей, у которых нет проблем со здоровьем. Сколько таких детей оказываются на ИВЛ? Нет, эта статистика, эти цифры нам никто не называет. Хотя я не удивлюсь, что они же отслеживают то, что происходит в информационном пространстве. Они отсматривают меня, на меня страйки кидают. Вот один из моих каналов чуть не заблокировали полностью, хотя не по коронавирусной теме. Сейчас они покумекают, покумекают, и начнут какую-то статистику показывать, называть. Другой вопрос, будет ли эта статистика такая, что ей можно верить? Вот в чем вопрос. И, конечно же, эти вопросы мы будем задавать. Вот власти Подмосковья предупредили россиян о новой волне коронавируса. Глава Министерства здравоохранения Подмосковья, зампредседателя областного правительства Светлана Стригункова предупредила россиян о новой волне коронавируса. Она полагает, что рост заболевших будет наблюдаться осенью. Его слова приводят РИА Новости. Ну, то, как я предупреждал, так оно и получается, друзья. С Тригункова также обратилась к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой поручить главам городских округов оказать содействие в регистрации машин скорой помощи в ГИБДД. По данным на 22 августа, общее число заболевших COVID-19 в России с начала пандемии составило 6 миллионов 747 тысяч человек. А при этом я напомню, что еще полтора месяца назад руководитель Санкт-Петербургского центра эпидемиологии имени Пастера Таталян заявил, что мы уже достигли отметочку 60% популяционного иммунитета. По его мнению, число переболевших в легкой бессимптомной форме исчисляется десятками миллионов человек. Гораздо больше, чем эти официальные 6 миллионов. Но эту статистику от нас скрывают никто больше. Эти цифры, ну, пару раз еще что-то подобное, какие-то высказывания были, но акцент на них никогда не делался. Не-не-не-не-не, вы не болели еще. Из всех утюгов нам говорят, даже после вакцинации вы остаетесь заразны, поэтому надо носить маску, надо носить там все что угодно, хоть костюм химбиозащиты. Но в статистике эти люди никак не учитываются. В чем логика, понять невозможно. Возможно, сейчас в комментариях вы напишите, что, понятное дело, Павел, это все просто бизнес. И я склонен с вами согласиться. Центр Гамалии создал заготовки вакцины от новых штаммов COVID-19. Ученые в Британии ранее заявили о падении эффективности вакцин против дельта-штамма. В центре Гамалии отметили, что российская вакцина «Спутник» пока справляется с новыми мутациями. Российский национальный исследовательский центр Гамалии подготовил заготовки для обновления вакцины против коронавируса на основе новых штаммов инфекций. Это, друзья мои, естественным образом повышает актуальность ревакцинации. Вы переболели коронавирусом? Но это был другой коронавирус, сейчас приходит новый штамм, все равно идем, прививаемся. Уже прошло 9 месяцев, по идее, ваш иммунитет должен длиться год. Но в сложных эпидемиологических условиях мы можем сократить этот срок. Обязательно ревакцинируемся раз в полгода. И вот это будет наша новая нормальность. Та ситуация, то отношение между государством и обществом, которое будет окружать нас практически постоянно. Филиппины одобрили применение российской вакцины «Спутник Лайт». Боже, какой внешнеполитический прорыв! Республика Филиппины в рамках ускоренной процедуры одобрила применение российской однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Ускоренная процедура, это, конечно, хорошо. Давайте вы будете проверять ускоренной процедурой то, что будете в себя вкалывать, а не то, что вы будете в людей вкалывать, хоть россиян, хоть филиппинцев. Препарат одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Республики Филиппины. РФПИ, Российский фонд прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, любимец Путина, заявляет, что вакцины демонстрируют высокую эффективность и безопасность в ряде стран мира. По словам гендиректора РФПИ, «Спутник Лайд показывает более высокую эффективность, чем другие двухкомпонентные вакцины. Это позволит защитить больше людей за короткий срок», — подчеркнул он. Вот, например, новость. ФМБА в сентябре планирует предоставить отчёт по исследованиям препарата от ковида МИР-19. Так если у вас такой прекрасный спутник, зачем вам остальные вакцины-то нужны? Я вот не понимаю, зачем вы сейчас ещё тратите время, силы, человеческий потенциал, время работы врачей, тратите на разработку какого-то ещё МИР-19? Препарат предназначен для профилактики или лечения, даже лечения коронавирусной инфекцией через ингаляционное или интраназальное введение. Препарат от коронавируса МИР-19, разрабатываемый ФМБА, которым сейчас руководит бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова, заканчивает вторую фазу клинических исследований. В сентябре планируется предоставить отчёт. Препарат МИР-19 представлен, он заканчивает вторую фазу исследований. Как он работает, что он делает? Лечение коронавирусной инфекцией через ингаляционное или через интраназальное, то есть внос введение, так как он вообще работает-то? Прекращает репликацию вируса и предотвращает самые тяжёлые формы развития коронавирусной инфекции, также пневмониты, острореспиратурный дистресс-синдромы на её фоне. И, конечно, её тоже будут одобрять по ускоренной процедуре. Вы когда уже добьётесь признания нашего спутника и других вакцин в Европе, где серьёзно относятся к документации? У нас до сих пор ведётся вот этот спор. Почему не одобряют? Потому что Центр Гамалии до сих пор не предоставил результаты третьей фазы клинических испытаний. Были только предварительные, а заключительные не представлены. И даже в предварительных результатах нашли какие-то такие странные цифры, которые вызвали вопросы и ответы. Особо удовлетворение это не возымели. Вы гордитесь тем, что мы поставляем спутник ВИИ куда там? В Аргентину, в Казахстан, в Узбекистан, на Филиппины. По-моему, это не то, чем можно и нужно гордиться. Вы испытания, когда предъявите на гора, где результаты, как мы можем доверять этому? Мы вообще путинской системке-то не особо доверяем. Мы считаем, что коррупция добралась и до системы здравоохранения. Мы считаем, что это просто бизнес. Мы выражаем недоверие Поповой, Мурашко, Голиковой, Путину, Мишустину, всей этой шайки-лейки. Мы всем им выражаем недоверие. Проценка, конечно, клоун откровенный. Чё они там? Народную программу сейчас придумали для Единой России. Реформировать здравоохранение будут. И вот сейчас, когда Проценка возьмется за дело, страна получит настоящую медицину. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, пишите длинные комментарии. Страна получит медицину только когда к власти придут достойные люди, которые будут отвечать перед обществом за принимаемые решения и их последствия. Этого можем добиться только мы, если мы перестанем сидеть на кухне и жаловаться на жизнь. Если мы начнем объединяться в Домоуправление, в профсоюзы, в общественные политические организации, в родительские комитеты, в школах. Для защиты наших детей. Это дело каждого из нас. Только вместе мы сила, только вместе мы прорвемся и победим. Надеюсь на вашу активность. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok